МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на первом Волгоградском канале. События дня. Богатые тоже плачут. Двоих депутатов Волгоградской гордумы отправили под арест. Табор не уходит в небо. В поселке Максима Горького коммунальщики проучили нелегальных потребителей воды. В Волгоградской области за сутки полсотни водителей попались на алкогольном опьянении. В областной думе кадровый переполох. Половине комитетов сменилось руководство. Сегодня в Волгограде суд арестовал двух депутатов Городской думы Евгения Ащура и Алексея Зверева. Обоих подозревают в причастности к обману страховых компаний вместе со своими бывшими коллегами, экс-нардепами Федором Литвиненко и Евгением Глазковым. Местонахождение последнего сейчас устанавливается. Как может учредитель отвечать за действия фирмы? Когда для этого есть директор и коллектив, который работает. По версии следствия, сотрудники фирмы Глазкова «Верный выбор», где соучредителем является мать Зверева, занимались оформлением ДТП и юридической помощью в судах. На автолюбители оформлялись аварии, в которые они никогда не попадали. На одного водителя в год приходилось по несколько десятков страховых случаев. Такая серая бизнес-схема приносила огромные дивиденды компании. В ходе обыска в главном офисе фирмы обнаружен рукописный журнал, в котором негласные владельцы бизнеса расписывались за получение весьма крупных денежных сумм. К примеру, один из слуг народа только с марта по ноябрь текущего года получил свыше 50 миллионов рублей. Отметим, что оба народных избранника, Щура и Зверев, в 2013 году стали депутатами Городской думы при поддержке «Единой России». Спустя год Зверев пытался баллотироваться в областную думу уже от другой партии из «Привидливой России», за что и вылетел из думской фракции «Ядра». Парт билета «Единой России» он не имел, в отличие от Евгения Щура. В партии власти сегодня отреагировали на криминальный скандал вокруг депутата «Единоросса». В соответствии с уставом партии, если будет возбуждено уголовное дело в отношении членов партии, то будет приостановлено ученство в партии. Зверев Алексеев Владимирович и Щур, то есть мы видим это межфракционное сотрудничество в худшем проявлении, какое может быть. Конечно, я думаю, что будут приняты все решения, которые соответствуют, еще раз говорю, уставу партии. Сегодня в Волгоградской областной думе состоялись кардинальные перестановки на руководящих постах. Пять из десяти думских комитетов получили новых председателей. Назначены двое новых заместителей председателя думы и один руководитель комиссии. Фамилии будущих назначенцев парламенту рекомендовала думская фракция «Единая Россия». Одна из самых громких отставок – уход сразу за двух постов председателя комитета по бюджету и заместителя председателя думы Станислава Короткова. «Это личного характера касается. Я хочу заниматься бизнесом, хочу заниматься своими личными делами. Хочу быть не на постоянной основе. Эта должность подразумевает только быть на постоянной основе». Должность председателя бюджетного комитета по итогам голосования депутатов досталась Илье Кашкареву. Зам председателя облдумы утвердили Ирину Соловьеву. Еще одним замом назначили Сергея Булгакова, который за минуту до этого покинул должность председателя комитета по экономической политике. Вторая должность вице-спикера оставалась вакантной после избрания Владимира Плотникова в Государственную думу. Также произошли следующие рокировки. Александр Осипов покинул должность председателя комиссии по этике и регламенту и возглавил комитет по культуре, делам национальности и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информполитики. Это подразделение ранее возглавляла Татьяна Цибизова, ставшая в сентябре депутатом Государственной думы. Еще одно освободившееся после выборов кресло председателя комитета по образованию занял депутат Николай Лукьяненко. Новым руководителем комиссии по регламенту стал коммунист Евгений Шмонаев, покинувший должность председателя комитета по ЖКХ и строительству. Он единственный не единоросс в списке сегодняшних назначенцев. Жилищно-коммунальные вопросы в рекпарламенте поручили депутату Юрию Карбакову. Некоторых думцев столь резкие кадровые перемены привели в недоумение. Другим, напротив, кадровая встряска кажется давно назревшей. Те решения, которые были приняты, носили и созрели, наверное, не за один день. Некое такое движение, которое было в колорах думы, уже обсуждалось давно. Настало время нести свежую кровь. Если вы обратили внимание, руководитель комитета достаточно, и в том числе я покорно сказал, достаточно еще молодые люди. За минувшие сутки в Волгоградской области полицейские в ходе рейдов выявили полсотни пьяных водителей. В Новоанинском районе сегодня ночью сотрудникам ГИБДД, чтобы протестировать на алкоголь мужчину, сначала пришлось его поймать. 31-летний местный житель хотел улизнуть от полицейских, но не вышло. Его конечной остановкой стали заросли кустарников, в которые влетел его легковушка. Тест на алкоголь показал однозначно положительный результат. Нарушителю закона грозит наказание в виде крупного штрафа и лишения права управления транспортным средством. Рейд по отключению нелегальных потребителей электричества и воды проведен сегодня в поселке Максима Горького. Сотрудники компании концессии водоснабжения под охраной полицейских и под враждебные выкрики цыганского населения демонтировали незаконные врезки водопровод. К слову, дома осевших кочевников являются самостроями. Всего в месяц, как подсчитали в компании в цыганском поселке, нелегально потребляют воду на 100 тысяч рублей. При этом страдают добропорядочные плательщики, до которых из-за многочисленных левых врезок вода практически не доходит. За должности вот все видно. 15 тысяч, 9, 5, 4. То есть оплата проходит только русские жители, которые своевременно и по закону все это оплачивают. Отметим, что подобные рейды проводятся нередко. Однако едва ли не на следующий день обитатели цыганского поселка, как правило, вновь подключаются к коммунальным системам. Проблему, как считают в конце всех водоснабжения, нужно решать кардинально. Тут радикально нужен подход именно по устранению незаконных построек. То есть страна администрации, мы считаем, что должна проводиться работа по сносу незаконных строений. На этом все. До свидания. Продолжение следует...